добрый день дорогие друзья сегодня уже 4 июня приехал лёшек для меня великая радость приехал мой помощник приехал с кучей подарков с кучей строй инструмента вот и мы решили вам сделать небольшую распаковку это не реклама все куплено за чисто закровно заработанные денежки еле дотащили эту виброплиту и бетономешалку лёшек лёшек прям с корабля на бал уже переоделся немножечко чайку попили кстати сегодня я приготовила свой сыр из домашнего молока ну похож на адыгейский далёшек очень вкусный там сыр и молоко 3 яйца литр молока 3 яйца 200 грамм сметаны соль по вкусу и я добавила немножко уксуса разбавленного водой потому что почему-то у меня то ли свежее молоко очень свежая очень плохо свернулась и всего сцедить гнет поставить буквально на 10 минут и можно кушать потом вам покажу очень вкусно ну а у нас здесь стоит нас стоят наши помощники это виброплита чемпион и вот здесь бетономешалка да кстати сегодня троица с чем я вас всех поздравляю мы будем сегодня усердно работать максимум что мы сделаем это соберем бетономешалку ну и покажем вам два чудо инструмента да сейчас я переключись и покажем что внутри ящика вот она такая в разобранном виде вот это вот а груша и через игруши двигатель колеса на что крепится кстати вот она что меня вчера у тебя есть телекона он оказывается здесь в комплекте отлично даже искать ничего не нравится это вот мы наверное сейчас не будем виброплиту распаковывать я просто покажу как она выглядит вот у нас картинки вот такая чудо сколько ты ты купил ее на 9000 дешевле да ну с доставкой 29 а сейчас она около 40 до 39 и доставка 40 получается ну в общем получилось что мы практически купили бетономешалку на сэкономленные деньги от гидроплиты вот сейчас потихонечку соберем бетономешалку это пока нет потому что и это надо наверно как-то или накрыть или в сарай затащить до дожди а это дождь да это занесем пока я ее не буду заправлять потому что канистра завтра придет с маслом на масло я принес бензин же нужен это бензиновое куда бензин наливать а понятно канистры заказал завтра придет или сегодня сколько весит скажи лишь 52 килограмма да вот с упаковкой 52 упаковки 49 обалдеть мощность двигателя 2 и 2 и 3 лошадиные силы или 1650 киловатт вот виброплита бензиновая rs 5332 это кому может быть интересно будет тоже покупается у нас все не просто так вот первая попавшийся лёшик обычно очень много изучает материала вот и потом делает выбор вот наверное только виброплита у нас бензиновая стиль у нас все электрическая конечно мы больше предпочитаем электрическую были виброплита электрический один производитель но они уже как два года снятся производства и продолжают продавать мы не пошли они такие мощные понятно но это вот исключение вообще-то у нас все электрическое триммер электрический бензопила электрическая ну стараемся почему-то все электрическая проще в обслуживании все очень просто до проще в обслуживании у нас такие объемы что бензиновая ну да ну а вот виброплита получилось бензиновая но ей много придется работать у нас солнышко но очень-очень похолодало вчера был ливень как и обещали до погода нам будет помогать потому что когда я копала вот эти все траншеи было очень жарко особенно вот по фасаду не здесь здесь то еще можно было работать до обеда а там только рано-рано утром и уже в пять часов выходит солнце и очень-очень жарко немножко я там не докопала ну это уже мелочи вот так вот кое-как я хотя бы эту сторону закрыла шифером вчера был такой ливень он даже шифер завалила она будет убирать 8 друзья все в работе очень хорошо что после дождя не очень холодно слава богу не было града я этому очень рада сейчас все нагреется нагреется на солнышке и пойдет расти так ну что собираем до двигатель на стульчик можно на стол тут у меня конечно везде бардак это я на все наши не читай не пихать все наши виброплита наши нет виброплита это чемпион американская фирма которая уже очень давно собирает все понятно но это как бы проверенный бренд почти прям на каску похоже так по объему кажется маленькая прям какая-то 120 литров до или сколько выход смеси где-то 50 55 это 5 видишь помогать надо я снимаю сейчас я отключусь помогу тебе вытащить пока лёшек изучает там инструкцию посмотрите на это чудо как жаль что я не могу передать аромат это просто что-то вот такой чебушник как его еще называют жасмин в том году он практически не цвел потому что перед этим мы его очень сильно с дочерью обломали обновили и и вот теперь через год он нас радует вот такой таким красивым цветением очень классно это обалдеть это божественно голубое 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 небо и такой жасмин красота может быть я потом черенками как-то его размножу может быть за забором посажу за двором но очень красиво очень когда здесь все закроется облагородится красота вот розочка у меня здесь тоже в этом году ожила может быть придется ее пересаживать скорее всего но ничего ветерочек у нас такой ну как раз вот хорошо работать не жарко с утра было вообще 5 градусов сегодня ночью тоже то ли 5 то ли 3 градуса не знаю как перенесут такую температуру наши растишки вот сейчас помидорчики уже греются на солнышке уже цветут прям поднимается все после дождя как на дрожжах картошечка вроде кто пошла по вылезала вот сейчас пойду посмотрю я еще теплицу не открывала достаточно прохладно но уже наверное ой как там все запутело да уже можно открыть ой как хорошо здесь тепло прям приятненько он уже усик пустил такой специфический запах теплицы обожаю этот запах так сейчас вот обхожу свои владения перчик зазеленел полился вчера у красота смотрите какой хорошенький стоит дыньки все полилось кстати вот этот хорус друзья очень хорошее средство пошли вишенки вот уже новые побеги начинают отрастать и уже ничего не сохнет все два раза я обрабатывала их и я спасла вишню спасибо вам громаднейшее кто подсказал мне это средство я естественно еще дилетант в таких делах чем опрыскать как обезвредить вот здесь тоже хорошо огурчик пошел вон уже надо будет не кроме этих палок еще здесь веревочки сделать к этой рабицы чтобы плестись было им удобнее так но у нас тут сборка уже и колеса стоят до еще не стоят ее можно двигать понятно понятно не понимаю я еще пока как из этой чаши выливать бетон лишь говорит надо будет что-то придумывать в общем посмотрим как это все будет ну уже куплено а вот как там в распоры и зажимается да по колешек там собирает бетономешалку вот хочу вам показать вот такой сыр который я сделала хочу показать как он режется и на хлебушек достаточно тугой такой вот желтенький классный то есть литр молока на вот этот кусочек поставила кипятить но не кипела она у меня до кипения довести нужно так ну там градусов 90 вы увидите будет закипать сразу взбила три яйца добавила 200 грамм сметаны посолила молоко чайная ложка соли но можно и побольше если любите такой ну немножко солонее чтобы и вот в это практически кипящее молоко вылила взбитые яйца со сметаной и повторюсь у меня не чуть не очень густело не как то какие-то хлопья были мелкие я добавила еще столовую ложку уксуса разбавленную двумя ложками воды и все потом на ситечко на марлечку и вот через какое-то время стекло и получается вот такая красота ну а я здесь вот у меня уже картошечка отваренные яйца еще хочу вам показать вот такой супчик носик привез в москве он бывает по акции вообще суп дорогой в или называется он есть разных вкусов такая прелесть так быстро картошку добавили можно поджарку даже не добавлять в общем красота вот суп пюре из гороха и карри вот этот вот этот из фасоли азиатский там у меня стоит на горохе с карри из гороха с карри с овощами по-итальянски и вот по моему итальянские с мелкой пастой друзья попробуйте это просто во первых быстро и там ну такие спицы которые мне кажется тяжело подобрать а здесь все в такой хорошей рецептуре в общем такой пакетик по моему лёшек ищет ждет какие-то акции когда бывают акции покупает по акциям так вообще конечно эти супы дорогие но попробуйте вот в или очень классные супы пока лёшек там собирает бетонный мешок уже практически и собрал мы с вами приготовим окружку поделюсь с вами одним секретиком камеры трясется надо резать аккуратно ну не могу другое место поставить начинаю я с лука как хорошо иметь свой огород свой лучок в общем сходила нарвала помыла но это не весь лук я люблю когда много лука в окружке но почему начинаю с лука сейчас вам объясню это моя мама мне рассказала этот секретик потом еще буду добавлять лук вот первый нарезаю отправляю кастрюлю не знаю там видно не видно вот крупчик тут у меня в общем отправляем в кастрюлю и вот вся фишка это посолить лук сейчас я возьму соль хорошенько посолить лук и раритетная вот такая деревянная толкушка вот так вот хорошо его потом помять лук отдает свой сок солью и вот этим вкусом луковым наполняется окрошка повторюсь потом я еще просто режу как уже в конце добавляю но уже конечно его не толку но вот этот первый так просто удобнее почему с лука начинаю удобнее его потолочь в кастрюле ну а потом добавить все ингредиенты я кстати не люблю и вообще никто у нас не любит кроме дочери она ест окрошку с колбасой а я не могу ее колбасой есть доигралась камера чуть не завалилась ну вот достаточно все а теперь сюда уже можно все остальное я люблю с грудкой вот у меня здесь практически все ингредиенты кроме огурца кстати огурца у меня мало три огурчик надо больше сходить купить и у меня есть еще вот такая и киевская штука которая она мне очень помогает нарезание яиц картофеля все это очень быстро делается мы сейчас я не все добавила таким же способом кузьма что ты там кричишь я добавляю картошку и все это быстро то есть нарезать останется мне грудку она тоже быстро режется и огурчик а яйца и картошку все очень быстро вот делается вот с помощью вот этой она называется яйцереской вот таким образом сейчас быстро это все нарежем и у нас будет готов обед вкусный а на бульоне в котором варились грудки я потом сварю вот этот супчик в который я вам уже показала красота очень быстро без нервов раз-два и готова главное картошку подобрать вот это вот уже крупная попалась так ну ладно сейчас я эти дорежу и окрошку я буду делать на минеральной воде еще я люблю на сыроватке окрошку как раз у меня осталось сыроватка после приготовления сыра лёшик не любит а я очень люблю на сыроватке ну вот раз-два ну что наверно картошки многовато сварила не буду я две дорезать потом посмотрим может и сюда режем куриная грудочка пошла наверно две грудки хватит одну потом суп положим так будет вкуснее сразу порежем укропчик милфу ах какой аромат пошел вот такая красота уже получается здесь у нас останется порезать огурчик но повторюсь что у меня мало уже куплю тогда и лук добавить ну и можно заливать кто любит квасом кто минералкой как я и конечно же добавить сметану пойдемте посмотрим как там дела у лёшика а тут уже уже вырисовывается да слушай в коробке она как-то поменьше смотрелось мощная 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 штукенция мощная что запчасти остались или все без дачи я так понимаю вот этот руль это наклон делать да калибр сколько стоит лёш двенадцать 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 девятьсот девяносто да ну вот заставка один девятьсот может ну вот двенадцать ну да если округлить ой птички как поют а вам слышно друзья обалдеет как хорошо не жарко да прям красота вот то что нужно нет вот этой изнуряющей жары прохладненько и солнышко во все во всяком случае в ближайшую неделю именно такая погода как раз да как раз для нас чтоб не сильно париться на какой то ровной поверхности ее надо будет устанавливать естественно он скорее всего на вот этих досках нет не знаю пока раньше времени подождите дай мне сначала собрать все это я пробовать видишь даже этот герметик положили и весь ушел да это вот он да что там есть всего так осталось лопасти ты уже поставил нет еще не поставил поставил а поставил закрепить вот с этим соединить сейчас а потом закрепить понятно в общем готовимся готовимся сегодня может еще в доку съездим посмотрим на эти бордюры или устал уже подожди дай мне сначала садинка забраться там все я понимаю может и съездим коробочка хорошая куда ты ее надо приспособить надо ее саращи занести я тебя туда укладываю буду когда буду плохо себя вести да а если уж совсем будешь плохо себя вести я тебя вот сюда буду 50 на я боюсь да этого не помещусь пока что все мало поработала свопаться леди говорите Я что-то скинула уже, я имею в виду вес. Но еще в бетонную мешалку я вряд ли помещусь. Если в общем убрать, то вполне. Ну да. Так, уже хочется испробовать. Пойдемте, я вам покажу, сколько нам привезли песка, сколько щебня. Ну да, вчера я тут бегала, укрывала этот песок. Хорошо был полиэтилен. Лешик с запасом купил, когда теплицу укрывали. Я тут вчера бегала и полиэтиленом. Вот, кстати, столько я успела вырыть. Видите, какие потоки были воды, какой сильный дождь был. Вот, чуть-чуть кусочек остался. Вот здесь мы успеем с Лешиком потом сделаем. Вон наши кучи лежат. Вот она, песочек. Щебень привезли пораньше. Ох, ой-ой-ой. Ого. Класс. Все, теперь можно работать. Вот щебень. 10 тонн, фракция 5,20. Здравствуйте. И вот песок. Вот я вчера тут бегала, его укрывала. Сегодня столько слила с воды, вот здесь собиралась. Укрывала листами. И вот все равно, все равно, все равно, немножко вымыла. Здесь по дороге такое текло. Вчера заказала на Азон средства от муравьев. Вы мне там писали, Лена, не это, пеноплексом не надо делать отмостку, муравьи жрут. Я сначала избавлюсь от них, может быть даже под пеноплекс, на трусо этого средства, на песок. Потом положим пеноплекс. Вот здесь вот они жили. Сейчас я их что-то не вижу. Но все равно, перед тем, как укладывать отмостку, я здесь обработаю великим воином. Так называется средство от муравьев. Проверенное 100%. Вчера на Азон заказала цельных 400 грамм. 312 рублей. Но это недорого за такой вес. Вот. Утеплять все равно будем. Давайте немножко релакса. Послушайте эту песню пчел. Их даже слышно в доме. К окошку подходишь, если открыто окошко. И в доме слышен этот гул пчел. Такая красота. Вы мне там писали, срочно нужно скосить и зарыть эту горчицу. Зачем? У меня цель не удобрить землю, а немножко ее обогатить и потом скосить и высушить. И будет как мульча. От этой мульчи горчичной уходит, друзья, проволочник. Я потом осенью, когда мы выкопаем картошку, я еще посею горчицу до зимы сразу же. И вот этой сухой травой, сухой мульчой, буду потом мульчировать грядки в огороде. Это очень хорошая защита от проволочника. Он боится горчицу как огня. Вот, поэтому у меня другая цель, друзья. Понимаете, мне не нужно здесь, в палисаднике, сейчас обогащать землю. Я выращиваю специально эту горчицу для определенных целей. Ну, скосу сейчас я ее, и что, пойдет сорняк расти. А мне как раз это не надо. Во-первых, мне некогда здесь полоть. Вот, ну и цель другая у меня. У меня, наоборот, цель вырастить горчицу, сохранить, высушить ее, и потом рассыпать по огороду или замульчировать что-то ею. Ой, сколько же здесь пчелок. Красота. А вот начинает уже зацветать фацелия. Вот такие красивые цветочки. Вот вчера ее дождик. Видите, какой сильный дождь был. Хорошо без града. Повалил вот траву. Вот такая вкуснятина у меня получилась. Я сюда потерла, не порезала, а потерла на крупной терке 3 огурчика. Не хочу я сейчас идти в магазин. Уже поедем, когда по делам, тогда и заедем, копим. Пахнет. В общем, солить можно по вкусу, но я солила все при варке. И картофель солила, и грудку солила, и вот лук солила. Не пересолите, пробуйте. Лучше в тарелке досолить. Осталось залить любимым вашим либо квасом, либо минералкой, либо айраном, или сывороткой, сыроводкой, кому как больше нравится. Добавить сметанку. Еще можно добавить кефирчика, и будет вот такая вкуснятина. Всем приятного аппетита! Ну что, Лешек позвал меня. Подожди, дай я расскажу, покажу. Питономешалка собрана. Тестируем, но, естественно, без раствора. Ну-ка, давай, сильна она гудит? Сильно, потому что венец чугунный. Ну что, Лешек, с приобретением нас, да? Вас с приобретением, а меня со сборкой. Да, красота какая! Вот оно что! Ну и, соответственно, вот ножной фиксатор, то есть выливать бетон. А, вот, как удобно-то! Ну, нам надо придумать емкость какую-то, да? А что, если тачку, прям в тачку, и на тачке подвозить, куда надо? Так и будем. Понятно. Ну, все. Что там? Все нормально? Ну, как? Тебе вообще самому нравится? Первое впечатление. Уставший! Ну, извини, я с дороги. Ну, да. Вот эту штуку еще собирал, и вот это вот все таскал, грузил. Да, я вообще не представляю, как ты сам в Москве вот эту вот бандуру грузил в машину. Я вообще не представляю. А как ты ее нес до машины? Ну, понятно. Ну, ты подогнал машину к подъезду. А дальше? Просил кого? Кого? Некого было? Кого я полпятого попрошу? А, ну да. Ну, подготовился бы с вечера или побоялся в багажник класть. Мало ли. Ой, ну все. Ну, а крошечка тоже готова. Садитесь кушать. Ага. Ну, в общем, вот, солнышко. Мы ее собрали. Да. Мы ее собрали. Так, ты тоже принимала деятельность. Да, я держала ключик один, Лешек там затягивал. Я помогала, да. Да. И командовала. Мы же вообще друг другу помогаем. Вон какую я работу вырыла тут. Кротихой стала. А хвост у тебя растет, как у крота? Да уже, наверное, и хвост растет. Я за эти сколько? Дней 10. Ой, шифер там завалился. Надо будет убрать. Это я воду отводила. Хоть мало-мальски от фундамента. Чтобы там все подсыхало. Теперь все это убирать. Хотя пусть пока стоит. Пока дойдем мы до этого. Насчет методов мешалок. Вот здесь чугунный венец вот этот. Есть еще полиамидный. Ну, пластиковый. Вот. Мнение у народа расходится. Чего? Лучше, да? Лучше. Ну, я все-таки как бы... Чугун, он надежнее, конечно. Надеюсь, что да. Вот, друзья, вам еще ценная информация. Мотайте на ус. И при выборе, конечно, читайте отзывы, во-первых. Вот чугунный венец. Вы слышали, как работает он как бы пошумнее. Ну, да. Но он и надежнее. Ну, надеюсь, что по надежнее. А полиамидный, но он и дороже стоит. Чугун дороже. Да. Вот точно такая же бетономешалка с полиамидным венцом. На полторашку дешевле. Ну, полтора это не деньги, а, наверное, лучше, конечно, надежнее купить. Ну, хотя производители, которые делают полиамидный венец, уверяют, что он более надежный. Ну, да. Ну, конечно, продать-то надо. Это же мы все понимаем. Сложно сказать. А вообще интересно, мы ее опять-таки вывали по нормальной цене, потому что средняя цена, в общем, я 15-16, а 15-17. Лёша, ты умеешь выбирать? Ты как-то, вот, у тебя получается в магазин как-то ходить выгодно, скидки ловить, вообще, ты умница. Ну, не знаю, задерживаться, но какая-то штука полезного раствора. Объем будет, наверное, 45-50 метров. Ну, 5 ветер, да. Ну, как раз для наших целей, пока мы, мы же не профессионалы, пока мы это все выльем, там тоже свои тонкости, выпустить воздух, все выровнять. А сохнет, я так поняла, это достаточно быстро, да? Чего? Бетон сохнет быстро, нет? Нет. А это что-то хочется. Это пепельница, я себе вот так вот вошел. А, понятно. Я не люблю. Понятно. Надо будет пепельница тебе сделать или купить. Вот, ведрышки с водичкой мне. Достаточно, да? Да. Ну, ладно. Главное, чтобы вы это опять куда-то не девали. Ну, Леш, ну я никуда ее не девала. На холодильнике там на старом нету. Значит, ветром снесло. Ветер, знаешь, какой ураганный был. Ну, в общем, вот так. Теперь с этими коробками что делать? Вот это вот. Давай, это я положу по документам, где все инструкции по всем нашим делам. А это в сарай. И после кушать. А кружка готова. Друзья, пока машина прогревается, Леша мусор понес. В общем, решили съездить в ДОКу. Посмотреть недостающий нам стройматериал. Доска нужна. Бордюры нужны. Я не знаю, там Лешек еще кучу всего записывал. В общем, едем в ДОКу. В ДОКу и, может быть, еще куда заедем. Может, в 48 мастеров заедем. Посмотрим ковку. Ну, в общем, время покажет. Теперь покажу вам Чплыгин. Еще раз. С окошка автомобиля. Давно я не каталась на автомобиле, Лешек. Хоть покатаешь меня, большая черепаха. Ага. Так, ну-ка, в Танюте на обратном пути заедем. Ага. Хорошо. О, какие у нас машины ездят. Большие деловые линии. Ну, куда ты там поворачиваешь? Хоть, блин, поворотные ключи. Кепковые диалы. О, стройматериалы. Вывеску обновили, по-моему, или нет. Дороги у нас хорошие. Без ям. Погодка сегодня хорошая. Не жарко. Солнечно. По всей видимости, он не знает, что такое в поворотнике. Угу. Да, нужно подумать за себя и за того парня, да? Это, по-моему, улица Пушкина, да? Да. Ленина. А, Ленина, дальше Пушкин. Вот здесь тоже стройматериалы. Ну, вот здесь вот металл. Угу. И сюда же дорога на светофор. Мы сейчас к нему подъедем. Угу. Мне туда нужно. Ну, вот здесь, конечно, очень опасно. Могли бы и это, пешеходный тротуар какой-то сделать. Так, светофор какие. А мы сейчас будем заходить в светофор? Мы не будем в светофор заходить. Угу. Или тебе надо? Нет, ты говоришь, мне туда нужно. Мне нужно. Или проехать нужно. Мне нужно. Мне нужно. Мне нужно сигаретку пить. А-а-а. А-а-а. Это же и на Москву дорога, правильно? Да, еще не сказала я вам в прошлом видео. Очень хорошее сообщение у нас с Москвой. Что дорога, что поезд. Четыре с половиной часа, да? Ну, да. И в Москве поезд практически не останавливается. Там одна остановка. Ну, и одна техническая. Две будем считать. Вот магазин ДОКа. Строительный магазин ДОКа. А здесь двадцать? Нет, здесь, наверное, не двадцать, Лёша. Ну, тогда вот это нет. Это большое. Нет, с этим мы закручивались. У тебя будет подложка петонная. На что-то крепить путь. Ну, да, да. Так, давайте пройдусь, покажу вам. Ты входи здесь, я пойду, узнаю, почему. Да. Плитка вот такая появилась. Когда я покупала вот эту вот, сейчас не знаю, почему она. Раньше была по 38 копеек. Ничего здесь выбора не было. А сейчас, ой, такой выбор большой плитки. Вот такие вот. Качалка. Представляете, это качалка. Надо же. Сколько садовой мебели. Так, сто, тринадцать, сто пятьдесят. Вот такой вот кованый. Вот уже продано. Семь, сто пятьдесят скамейка была. Ну, да, видимо, подорожали. Уже, видите, десять пятьсот. А вот эта стоит практически такая же. Ну, семь, сто пятьдесят. Вот. И вот такие есть без спинок. И вот такие вот для водопадиков, наверное, прудики. Четыре сто. Все, что хочешь, есть, друзья. И вот такие емкости под водопадики. Под прудики. Две восемьсот. Сдесят. Красота. Всякие емкости для воды, для душа, наверное. Там беседки. Очень большой магазин. Вот такие мангалы. Интересно, почем. Четыре восемьсот. Четыре восемьсот. Ну, что-то дороговато. И неудобно, нет, для шампуров. Нет, это не то. На озоне я видела удобнее мангалы. Вот такие вот беседки готовые. Простенькие. Двадцать восемь тысяч. А вы говорите, дом построить легче. Беседка. Двадцать восемь тысяч. Ой, а дальше и камни вон. Всякие. И вот детский городок. Все, что хотите. Любой каприз за ваши деньги. Даже собачья будка. Четыре пятьсот. Вот такой вот природный камень. И большие валуны даже продают. Все продается. Туалеты, смотрите, сколько. Колодец. Кстати, у меня идея с колодцем. Попробуем сделать сами. Вот когда сарай будем разбирать старый. Там бревна. Если хватит. Я сделаю колодец. Вот такая качель. Полностью деревянная, с крыши. Класс. Вот такой наш строительный магазин. Строительный двор Дока. Здесь всегда народу. И тачки продаются. И лес вон. Сколько леса лежит. И брус. Все есть, друзья. Все есть. Готовьте. Готовьте вас в денежки, господа. И все у вас будет. Мы приехали бордюрный камень смотреть. Или бордюр. Правильно назвать. Все-таки хотим отмостку делать с бордюром. Чтобы уже на века. Был вот этот бордюр. В прошлый раз, Креша, приезжал. 200 рублей штука. Нам надо около 40 штук. Не, наверное, поменьше. Не 40 штук. Вот сейчас приценимся. Здесь стремянки. Я уже не пойду вовнутрь, чтобы народ не смущать. Вот. Но ветерок-то тут стою на солнышке. А ветерок холодный. Машин все время здесь полно. Я мешалась. Я мешалась. Я думаю, что машина не едет. Да нет, я не мешалась. Чего он стоял. Непонятно. Вот такой манипулятор стоит 1500. Это вот как раз, скорее всего, нам он тоже понадобится, чтобы выгрузить палет этих бордюров. Едем из-за зона. И не только. Да. А, ну, в Докии я вам уже показывала. Вот наш храм. Знаменитый Троицкий собор. И здесь мы уже пешком с вами ходили. Да на машине ездили. Да, теперь вот едем по центру города. Улица Советская. Едем домой. В общем, приценились. По 190 рублей бордюры эти не подорожало. Слава Богу. И деревяшка подешевела. Да ладно. В прошлом году 17,5 куб был. В этом году 14. Ну как, хорошо, а? А не кондиция 10. Отлично, хорошая новость. Куда мы с тобой особо? Ну, для кого-то. Вот еще один небольшой храм. Прям циркушка маленький такой. Не знаю, я здесь поворачиваюсь. Отвыкла я ездить на машинах. Подташнивает. Приезжай, Лешик, чаще. Ну давайте, что вы, блин, крадетесь. Когда не надо, они, блин, несутся. Такие все домики. Аккуратненькие, ухоженные. Мало заброшек на самом деле, мало. С правой стороны будет сейчас у нас аграрный колледж. Вот он, большой. А за ним там швейная фабрика. Ой, а там все в цветах, вон, аллея. Вот тоже строительный магазин. Они очень хорошие. Розовое здание поликлиника. Новое здание вот здесь. Я вам уже показывала. Там женская консультация и детская поликлиника. Буквально за год построили. Когда мы покупали дом, только фундамент закладывали. Вот в том году уже стояло здание. Ну вот мы и подъезжаем.